Приветствую вас, уважаемые телезрители! Идет Великий Пост, и каждый человек реагирует и воспринимает его по-разному и по-своему. Это для здоровья полезно, для души, для тела. Помолиться надо. Ну, честно сказать, особо ничего. Я не пощусь. Радости ожидаем после поста. Да. Радости какой? Ну, какой. Пасло. Воскресенье. Как еще говорят, грех не в уста, а из уст. Надо не просто соблюдать пост, как бы поститься, а работать над душевным очищением, духовно. И интересно наблюдать, как многие, именуемые себя православными или решившие начать серьезно поститься, тщательно осматривают упаковки продуктов на предмет скромных ингредиентов. В столовой заказывают двойной гарнир без мяса и соусом ни в коем случае не поливайте, он мясной. В гостях расспрашивают хозяев о точном составе салата. И вот вы знаете, на этом фоне неправославные или малоправославные, глядя на таких православных, удивляются. Ну, какая Богу разница, едим мы огурцы или котлеты? Пьем сок или кефир? И самое печальное в том, что и православные порой толком не знают, что ответить. Понятно, что Богу нет никакой разницы. Но ведь точно так же можно сказать, что всемогущий не нуждается в наших молитвах или в нашем соблюдении элементарных нравственных норм, то есть заповедей. Очевидно, что все это нужно скорее нам, чем Богу. Но что все-таки ответить нашим недоумевающим друзьям или критикам? Что ответить вам, слушающим эту передачу? Во-первых, можно ответить, что цены не огурцы с соком, а послушание. Это безусловно верно, но это ответ не только христианский. В любой, даже самой примитивной религии есть свои пищевые ограничения. Например, индуисты не едят говядины, мусульмане и иудеи свинины, буддисты по идее вообще не должны есть мясо. То же самое касается и запрета на определенные действия. Например, интимные отношения. Иногда эти запреты вводятся на определенный срок или при определенных условиях. К примеру, когда мужчины идут в военный поход, они не должны прикасаться к женщинам, чтобы не растратить свою мужскую силу. И мы знаем, что это общечеловеческое правило. Так ведут себя в самом диком племени. И в Ветхом Завете мы тоже находим пример такого поведения. Если мы откроем Библию, вторую книгу царств, то в 11 главе 11 стих мы читаем о том, как Урия, на время вернувшейся с войны в родной город, отказывается идти домой к жене, пока его товарищи ночуют в военном лагере. Действительно, в иудаизме или исламе, в двух наиболее близких к христианству мировых религиях, примерно так же обстоит дело. Пища, приготовленная по определенным правилам, из определенных ингредиентов, чиста, а вся остальная пища категорически запрещается. Иногда уточняют, кроме случаев, когда человек может умереть от голода. И вот однажды в наш город приехал по делам мой бывший однокурсник по институту, а ныне гражданин Израиля, всерьез принявший иудаизм. Так вот, ему в буквальном смысле слова пришлось вести с собой чемодан кошерной, то есть разрешенной еды, потому что из местных продуктов он мог употреблять лишь воду, сырые фрукты и овощи. А недавно в одном из наших супермаркетов я увидел отдел или секцию халяльного мяса, то есть мясо, приготовленного в полном соответствии с требованиями ислама. Кошерных секций, правда, не встречал пока. Видимо, иудаизм подходит к этому вопросу куда строже, нежели мы. Да и спрос на кошерную продукцию, наверное, еще намного меньше. К чему я это рассказал? Вы знаете, вот у меня после того, что я увидел, появился естественный вопрос. Почему же нигде нет православной секции? Да просто потому, что такой подход с самого начала был и остается чужд христианства. Для христиан просто не существует пищи, которая была бы по природе своей нечиста. Так еще в новозаветные времена многих иудеев и христиан смущало, что мясо, продаваемое на рынке язычниками, может быть посвящено в жертву языческим богам, и кто съест его, невольно примет участие в такой жертве. Так вот, апостол Павел на это отвечает в своем втором послании к Коринфянам, 10 глава, 27-28 стихи. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». То есть, вот посмотрите, сама по себе любая пища хороша и пригодна, она от Господа. Но там, где люди начинают придавать этой пище особое значение, твой выбор еды становится значимым. И какое же значение мы можем придать нашему посту сегодня? Мы постоянно говорим, что сам по себе пост ничего не значит, что он лишь вспомогательное средство для молитвы, духовной сосредоточенности, и вообще суть поста совсем не в меню, и так далее. И все равно полно людей, которые и в церковь-то лишь иногда заглядывают, и дома молятся не очень усердно, но тем не менее в пост стараются ограничить себя хоть в чем-то. Значит, они интуитивно открыли для себя некий самостоятельный смысл поста. И я думаю, что они совершенно правы. Субтитры создавал DimaTorzok